Театральный концертный центр Щелковский театр встречает своих гостей торжественно с оркестром. Он словно настраивает публику на лад советского времени, ведь совсем скоро зрители вместе с артистами отправятся в 70-е годы прошлого века. В театре премьера спектакль «Анекдоты» по произведению Александра Вампилова. Здравствуйте! Здравствуйте! Товарищи, 11 часов. Посторонних прошу покинуть помещение. Вампилов сейчас, как мне кажется, зря его обходят стороной, потому что это прекрасный русский язык, отличная русская драматургия. Да, про время советского периода, но там, как у Чехова, глубины дна не достать. Глубина настолько объемная и широка, что вот мы, плавая в этом материале, просто получали колоссальное удовольствие. Действо происходит в провинциальной гостинице, и ее постояльцы попадают в весьма анекдотичные ситуации. В спектакле, как и в произведении, рассказывается две истории про взаимоотношения людей разных сословий и положений. Действо происходит в двух разных номерах. Первый анекдот – история о том, как управляющий гостиницей «Тайга Калошин» всеми возможными способами, перешагивая через морали и постулаты, старается выкарабкаться из неприятного конфликта с метронпажем. Боря, спасай! Ты меня спасай меня! Боря, история. В гостинице. Нарвался. Я нарвался. Срочно в земле болисти. Да нет, нет. Здорово, здорово. Ну, как бы, вроде бы, не в себе. Ну, ну, псих, я, понимаешь, припадочный. Второй анекдот – «20 минут с ангелом». В одном номере встречаются люди разного ранга. Все персонажи говорят словно на разных языках. Автор поднимает важную проблему недоверия друг к другу. «Да, да, можно покорочить. А не могли бы вы нам дать займы немного? Нет, смотрите. Завтра мы получаем сумму и... Что? Понятно. Эти истории могли случиться, а могли быть выдуманы. В любом случае они не оставили равнодушным зрителя. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.